От них будут конкретно получать питание стадион-арена. А еще отсюда запитают весь Левбердон. Подстанцию спортивную мощностью 80 мегавольт ампер открыли в августе этого года. Ежедневно ее обслуживает 600 человек. Управляет процессом начальник производственного отделения Ростовэнерго Владимир Непашивайленко. В этой должности он всего 4 месяца, а шел к ней 19 лет, начав трудовой путь простым электромонтером. В начале я окончил колледж, а уже высшее образование получил в процессе трудовой деятельности в Ростовэнерго. При таких сложных условиях экономических удержать персонал, заинтересовать его, заинтересовать сейчас в первую очередь молодежь. Ну вот эти, наверное, задачи я ставлю перед собой в первую очередь. Когда у людей светло, тепло и никто не жалуется, это лучшая награда для любого энергетика, говорит Владимир. Самый яркий момент в его карьере – аварийно-восстановительные работы после сильнейшего урагана в 2014 году. Тогда перед Владимиром стояли две задачи – быстрое реагирование и правильная организация. Тогда на помощь к нам приехало порядка 500 человек. Собрался лист бригады и люди со всей России, что позволило в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные работы. Молодежь, уверяет энергетик, сейчас активно идет в инженеры. И несмотря на порой тяжелые условия работы, профессия возрождается. Интерес к профессиональным кадрам есть и областного правительства. Сегодня промышленность развивается, внедряются современные технологические процессы, приобретается новое оборудование. И, конечно же, предприятиям нужны квалифицированные грамотные специалисты, которые будут работать на этом оборудовании. Уже четвертый раз в Ростове пройдет съезд инженеров Дона, где как раз и обсуждаются вопросы развития цифрового производства и инженерной подготовки. Юлия Сурикова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону.